Здарова, бойцы! Вот вам еще немного свежачка на сегодня. Тут у нас и Федор, и Брок Леснер, и Джон Джонс. Ставь лайк и погнали! Начнем с Джонса. Он выскользался насчет своего поединка против Стипи Меочича и объяснил, почему Стипи лучше биться с ним, чем с Гану. Стипи не хочет драться с Фрэнсисом, потому что их первый бой был совсем не близким. Глядя на это, с точки зрения Стипи от боя с Фрэнсисом он больше теряет, чем выигрывает. Стипи просит новый вызов, так почему не дать ему бой с величайшим полутяжеловесом? К тому же мы с ним близки по габаритам. Что может быть интереснее, чем это? К тому времени, как он восстановится, мой вес будет там, где должен быть. Этот бой идеален со всех сторон. Стипи против Фрэнсиса это высокий риск при низкой награде. Стипи против меня большой смысл для нас обоих. Так у вас действительно будет супербой. Если Стипи проиграет Фрэнсису, его уже никогда не будет. Пару недель назад 33-летний Джон Джонс официально освободил титул UFC в полутяжелой весовой категории, объявив о переходе в тяжи. Однако президент UFC Дана Уайт исключил возможность того, что Кослявый может обойти в титульной гонке Фрэнсис Ангану. Но все мы знаем, что когда звон монет становится все громче, мистер Уайт может и поменять свое решение. Так что Фрэнсису точно не стоит расслабляться. Что касается Брока Леснера, то тут все очень интересно. Ведь его контракт с WWE подошел к концу и теперь у Брока есть множество опций для заработка. Вот и Скотт Кокер, президент Беллатер, тоже поделился своими мыслями на этот счет. Вот что он поведал. Если Леснер действительно доступен, Федор против Брока это интересно. Это бой, который так и не состоялся. И ведь правда, Дана Уайт не раз заявлял, что единственный неорганизованный бой, о котором он жалеет, это бой Федора и Брока. И если Кокеру удастся провернуть все правильно и организовать это мега событие, то тем самым он утрет нос Дане и хоть в чем-то его обойдет. Так что будем следить за новостями, в последнее время Федор на расхват, то Вердум хочет с ним биться, теперь вот есть возможность войны с Леснером, чем дальше, тем интереснее. Будем ждать развязки. Джон, кстати, также не обошел Леснера стороной и написал в Твиттере «Брок, я тебе тоже надеру зад». Ясно и по делу, спасибо, Джон, что хотя бы в Твиттере устраиваешь настоящие войны. Как говорится, химик химика видит издалека. Лайк ты уже явно поставил и, конечно, подписался. Это канал It's Time, я Иван Неумин, пока.